Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Уже завтра, 21 июля 2021 года, пройдет конференция B-Word, на которой будут выступать такие известные люди, как Джек Дорси, Кэти Вуд и, конечно же, Илон Маск. Конференция будет прежде всего посвящена тому, как крупные финансовые учреждения смогут принять биткоин. Хоть какое-то хорошее событие, а то негатива столько, что я даже в 2018 столько не припомню. Но мы еще сегодня об этом поговорим, отвечая на вопрос, почему я считаю биткоин новым амазоном. Также я покажу тебе одну необычную причину, почему рынки сегодня вчера упали, и закончим мы отрывком из этого интервью Уоррена Баффета. Этот отрывок поможет тебе принимать более правильные финансовые решения, что, конечно же, улучшит твои финансовые достижения. Но прежде всего я хочу показать тебе небольшой детектив, связанный с Маском, конференцией B-Word и Доги Коеном. Мое отношение к мемным криптовалютам ты знаешь, но мне все равно интересно подмечать такие факты. Я предполагаю, что завтра Илон Маск может сделать громкое заявление касаемо Доги Коена прямо на конференции B-Word. Я не буду утверждать, что это заявление приведет к росту Доги Коена, особенно в текущих условиях, но такая вероятность тоже есть. Еще несколько дней назад Илон Маск поменял аватарку в Твиттере. В очках мы видим отражение Доги Коена. Это действие, кстати говоря, подняло курс Доги Коена на 10% на краткосроке. Многие говорят, что Илон Маск потерял контроль над крипторынком, но очевидно, пока что это не так. Поэтому, если он начнет излучать оптимизм по отношению к Биткоину или Доги Коену, это может спровоцировать краткосрочные подъемы их курсов. Также Илон Маск у себя в Твиттере изменил статус своей странички. Некромантия мемов, пока ты ждешь. Что это вообще значит? Некромантия – это практика общения с душами для предсказания будущего. Мне кажется, или это тоже намек на Доги Коен? Ведь его уже многие похоронили после такого падения. Вот он является мертвой душой, а Илон Маск завтра будет выступать в качестве некроманта. Илон Маск всего два дня назад опубликовал вот этот мем. На нем написано «Нельзя просто так взять и возродить старые мемы». Все мы знаем, что Доги Коен – это мемная криптовалюта, и, скорее всего, это тоже намек на Доги Коен. Нельзя просто взять и возродить мем, необходимо иметь козырь в рукаве для этого. И, вероятно, этот козырь завтра нам покажет сам Илон Маск. Прямо на конференции B-Bord. Учитывая то, что все эти изменения в Твиттере Маска происходят прямо перед конференцией B-Bord, я думаю, что завтра нас ожидает большое объявление касаемо Доги Коена в исполнении Илона Маска. Даже интересно, что же это будет. А теперь я хочу перейти к этому клипу, которым поделился Digital Asset News. Он касается так называемой стагфляции. И это то, что в том числе привело к падению рынков. Стагфляция – это совокупность экономического спада и депрессии с ростом цен и инфляцией. Сегодня с нами Мохаммед Эль-Эриан, финансист и экономист, ведущий экономический консультант финансовой корпорации Lions. Джим Крамер говорит, что восстановление рынков на днях составит от 3 до 5%. Мохаммед, что вы скажете? Что ж, я уважаю Джима, но мы обеспокоены прежде всего техническими показателями. По статистике с рынка вытряхивают розничных инвесторов. Есть две причины волноваться прямо сейчас. Рыночные технические показатели, а также обеспокоенность ростом цен и инфляции. Причем раздуваются вообще все активы. Он говорит о стагфляции. Традиционный финансовый мир очень ею обеспокоен прямо сейчас. И она может быть причиной, почему рынки упали. NASDAQ упал. Биткоин упал. S&P 500 упал. Эфириум тоже упал. На этой диаграмме очень понятно разрисован механизм стагфляции. Инфляция растет, ВВП падает и при этом еще и безработица тоже поднимается. ФРС скорее всего на этом фоне все-таки продолжит печатать деньги. У них просто нет выбора. Но я хочу вернуться к этим графикам. Все рынки падают. Да, они падают на 2, 3, 4 процента. Но для традиционных рынков это внушительные проценты. Я хочу напомнить тебе о существовании одной замечательной цитаты. Когда в сомнениях, посмотри на глобальную картину. На английском языке это в рифму. When in doubt, zoom out. Так давай посмотрим, что происходит на примере S&P 500 и биткоина. На остальных тратить время не будем, но поверь, там происходит абсолютно то же самое. Пятидневный график для S&P 500 показывает падение. Месячный график тоже падение. Шестимесячный падение уже не столь страшно. Один год его почти не видно. И на максимальном графике этого падения просто-напросто нет. Что касается биткоина. На однодневном графике мы видим явное падение. На недельном тоже есть падение. На месячном тоже падение. И если мы посмотрим весь график, так это же очевидно растущий тренд. Не так ли? Если мы посмотрим на глобальную картину, мы понимаем, что дело не в тайминге. Не в том, угадал ты или не угадал с открытием или закрытием своей позиции. Дело в том, сколько времени ты в рынке. Чем больше лет проходит с момента твоего входа, тем меньше ты будешь переживать из-за этих падений. Теперь я хочу перейти к Амазону и на его примере показать тебе кое-что интересное и полезное даже для тех, кто держит биткоин. Амазон, точнее его история, может преподать нам хороший урок. Амазон тоже на этом падении в последние дни потерял. Но на длинной дистанции этих потерь не видно. Некоторые мои знакомые, когда узнают, что я занимаюсь криптовалютами, говорят, «Но как? Они же так прыгают, можно все потерять». Амазон тоже терял. Значит ли это, что любой криптоактив восстановится после такого 90% падения? Конечно же нет. Криптовалюты, которые я покупаю, я считаю теми, что восстановятся. Я считаю. Кто-то может не считать. Я могу ошибиться, поэтому не призываю тебя их покупать. Я не провидец и будущее видеть не умею. Но все же в какой-то момент Амазон потерял более 90% своей стоимости. Но долгосрочные инвесторы все равно разбогатели. В то время Амазон был книжным магазином в интернете. Но даже когда он начал расти, многие инвесторы сомневались в Амазоне. Вместо него предпочитая гиганта по продаже книг на то время Барнс и Ноубол. На встрече председателя Барнс и Ноубол Леонардо Риджио с Безосом, создателем Амазона, Леонардо сказал, что раздавит Амазон. И можно сказать, что по счастливому стечению обстоятельств у него это даже получилось. Хотя, может быть, он даже не прикладывал к этому руку. Но тем не менее. Во время кризиса доткомов в 99-м и начале нулевых Амазон потерял 95% своей стоимости. Вот так это выглядело. И это достаточно страшно для инвесторов, которые покупали его здесь, вот здесь и здесь. Почти никто не верил, что компания вообще выживет после такого. Долгосрочные же инвесторы, которые держали Амазон на протяжении всей этой дистанции, аж до 2021-го, получили невероятные прибыли. 65 507%. Я думаю, похожие качели ждут и биткоин. Сейчас он падает, например, на 84%, как в 2018-м. А затем за 3 года дает почти 2000% роста. И награждает всех долгосрочных холдеров, которые держали здесь, держали здесь и даже здесь. И тут тоже держали. Все они получили 2000% роста. Плюс-минус. Однако, не все криптовалюты смогут сделать так же. И вот почему так важно покупать не одну крипту, а хотя бы несколько. И кроме этого, делать это не бездумно, а проводить большое расследование и анализ. Об этом, кстати, и рассказывает Уоррен Баффет в этом интервью, которое я тебе хочу показать. Да, он называет биткоин кресиным ядом, но все же вещает нам здравые вещи. Когда ты посмотришь отрывок из этого интервью, ты научишься совершать более взвешенные финансовые решения. Я покажу тебе всего минутку из его речи, но я хочу, чтобы ты действительно после этой минуты выделил время и написал в комментариях вот что. Покупал ли ты все эти мемные криптовалюты? Потерял ли ты на них деньги? И самое главное, проводил ли ты хотя бы какое-то расследование, прежде чем их покупал? Или же ты просто пытался угнаться за пампами? Большие возможности в жизни должны быть использованы. Мы не делаем так уж много всего, но когда мы получаем шанс сделать что-то, что кажется нам правильным и является на самом деле чем-то масштабным, мы должны это сделать. И делать это в половину силы почти такая же ошибка, как не делать вообще. Я имею в виду, что ты должен полностью вникнуть в эту возможность, когда она появится. У тебя не будет полтысячи возможностей в жизни. Когда ты заканчиваешь школу, у тебя появляется такая большая перфокарта с 20 отверстиями в ней. Каждый раз, когда ты принимаешь финансовые решения, ты заклеиваешь одно отверстие. Только так ты станешь очень богатым. Потому что каждое решение будет очень сильно обдумано и взвешено. Ты приходишь на вечеринку, а там тебе рассказывают, как заработали на какой-то компании. Ты даже не знаешь, чем она занимается и даже не можешь произнести ее название. Если у тебя всего 20 шансов на перфокарте, ты никогда не купишь акции этой компании. Это искушение срочно купить, особенно на растущем рынке. А сейчас это проще некуда, достаточно зайти в интернет и нажать на кнопку. Ты нажал на кнопку, акция выросла на один пункт, ты вдохновился на покупку еще одной и так далее. Так ты плохо закончишь. Но если у тебя есть перфокарта и на ней всего 20 шансов, ты не будешь покупать почти безраздумно. Ты будешь каждый раз очень сильно изучать и расследовать, прежде чем принимать финансовые решения. И ты примешь лучшее решение, если у тебя будет всего 20 шансов в перфокарте. По-моему, это идеальный лайфхак для того, чтобы улучшить свои финансовые решения. Поэтому я и хотел, чтобы ты увидел и услышал это. Не узнал ли ты себя в этом, когда в азартном ревении покупал чуть ли не всю крипту подряд на растущем рынке? Если да, не бойся. Мы все в одной лодке. Но впредь, пожалуйста, изучай проекты, в которые хочешь вкладываться. А не бездумно вкладывайся в те проекты, о которых кто-то что-то рассказал или кто-то на них заработал. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на него в описании под видео. Делись роликом с друзьями, комментируй. И обязательно, богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok